В этой палате больные с хронической почечной недостаточностью. Их жизнь в буквальном смысле привязана к аппаратам гемодиализа, то есть внепочечного очищения крови. Процедура длится около пяти часов, не менее трех раз в неделю. Хочется сказать, что уже в течение последних двух лет у нас нет очереди на получение диализной помощи. Это, я считаю, очень большим достижением. Больные, получающие гемоперитениальный диализ, это инвалиды, и они обеспечены всеми необходимыми лекарственными препаратами. По словам Сергея Кузнецова, аппаратов гемодиализа в губернии хватает, так что продлить жизнь больным с хронической почечной недостаточностью вполне реально. Другое дело – ранняя диагностика проблем с почками. Как правило, болезнь выявляют, когда вылечить ее уже невозможно. Проблемы развития нефрологической помощи специалисты со всей страны обсудили на рабочем совещании в больнице Калинина. Более 70% пациентов начинают заместительную терапию уже находясь в тяжелом состоянии, фактически с отделения реанимации. И это в городе Москве. Главной причиной хронической болезни почек является, как это ни странно, несобственное заболевание почек. Основной приток пациентов – это пациенты с сахарным диабетом, пациенты с артериальной гипертензией, пациенты с ишемической болезнью сердца. Терапевты, кардиологи, эндокринологи чаще всего не учитывают, что имеющиеся у их пациентов болезни влияют и на почки. А врачи-нефрологов, способных оценить масштабы проблемы и вовремя назначить правильное лечение, попросту не хватает. Современная модель здравоохранения Российской Федерации не соответствует международным тенденциям, поскольку нефрология остается одной из самых малоразвитых специальностей. К примеру, в Самарской области врачей-нефрологов около 40. В планах регионального Минздрава увеличить число докторов этой специальности вдвое. Кроме того, в ближайшие три года в регионе откроются еще несколько диализных центров в Чапаевске, Сызрне, Похвестнево и Отрадном. Анна Шорина, Максим Юрисов, Андрей Тишин. Специально для 63.ру.